12 июля в Государственной Думе Российской Федерации прошел круглый стол с участием известных российских политиков, историков и общественников. Обсуждался пересмотр двухсмысленной на сегодняшний день позиции Российской Федерации по так называемому Каттонскому делу. Как первый шаг, это, безусловно, пересмотреть ту бумагу, то заявление, то постановление, которое в 2010 году, в ноябре, приняла Государственная Дума. Где она в очередной раз, без опоры на какие-то исторические факты, в силу политических причин, которые существовали, в очередной раз сказала, что в Катыни поляков расстреляли мы. То есть в очередной раз возложила на нас вину, которую мы не совершали, выступление, которое мы не совершали. Это заявление очень сыграло и играет плохую роль. Оно не имеет никакой юридической силы, вот это надо подчеркнуть, это заявление Государственной Думы. Но на него наши злопыхатели за рубежом все время ссылаются за неимением лучшего. И каждый раз это, в общем, получается такой вот негатив. То есть, скажем так, вот сами себя высекли. В работе круглого стола приняла участие и тверская делегация. Один из обсуждаемых вопросов – судьба польского мемориала у села Медное. Именно здесь в годы войны размещались советские госпитали, где скончались от ран десятки красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена. Бойцы Красной Армии, погибшие и захороненные на территории Кимка Медного, память о них должна быть увековечена. Но это несправедливо, когда уже 78 лет прошло после того, как страшная война закончилась, но мы до сих пор не имеем памятника на территории мемориала. Более подробно о работе круглого стола мы расскажем в ближайших выпусках патрульной службы. Будет принята соответствующая резолюция. Резолюция будет разослана во все заинтересованные структуры. И кроме этого, я надеюсь, что после этого это будет мостик для того, чтобы подготовить проект заявления Государственной Думы, того самого, который бы дезавуировал заявление 2060 года, его принять. То есть вот такая последовательность. Это как бы вот старт. Редактор субтитров А.Семкин